всем привет друзья сегодня у нас новая распаковочка пришла нам такая вот посылка давайте распакуем посмотрим что в середине это у нас друзья вот такая вот питьевая друзья система у нас вместимость 2 литра у нас огромный клапан довольно таки удобный надо сказать потому как удобно заливать горлышко объемное большое уплотнитель у нас силикон принципе хороший ну давайте покажу вам вот такой у нас силиконов уплотнитель довольно таки добротный ну что можно сказать о ней значит давайте начнем с качества качество самого шланга ну надо сказать качество шланга качество шланга довольно таки хорошее то То есть, нет у нас таких серьезных перегибов с трещинами и так далее. Но, в принципе, такого, наверное, не должно быть, по большому счету. Значит, здесь у нас вот такой вот сосок. Тоже довольно-таки мягкий, удобный. Вот здесь, если будет видно на камеру, открывается у нас такой вот сосок. Вот, что довольно, в принципе, функционально должно быть. Что касается самого клапана на закрывание, я не уверен, что он надежный. Не уверен, что он не будет пропускать нам воду, потому что все-таки при каких-то деформациях в середине рюкзака, при нажатии на сам карман питьевой системы, может быть такое, что из этого клапана будет струиться не по-детски вода. Но я не утверждаю, потому как испытания у нас еще не проходили по данному поводу. Ну, на практике, думаю, друзья, клапан должен не подвести. Хотя, вот, меня пугает немножко вот это вот пластиковое соединение. Оно, скорее всего, оторвется. Как-то оно ненадежно себя, неуверенно чувствует. Вот. Ну, в целом, в целом у нас шланг в норме. Давайте проверим, отсоединяется ли наш шланг. Итак, значит, вот таким вот вращательным движением оно откручивается, друзья. Вот, открутили. Здесь у нас видно, да, обычная резьба. И здесь у нас также самая вот уплотнительная резиночка из мягкого силикончика. И само отверстие. Ничего особенного. Давайте посмотрим на исполнение емкости. Какой материал у нас? В принципе, материал мягенький, друзья. И материал, который не имеет памяти. Здесь у нас такие вот предостережения. Вот, я думаю, видно вам будет. То есть, нельзя в нее заливать алкоголь. Нельзя в нее заливать соки, молоко и тому подобное. Только вода. Здесь у нас, друзья, имеется такая петля. Довольно-таки удобно повесить куда-то на веточку. Либо зацепить на какой-то гвоздик, когда нам это нужно. А здесь у нас такая вот ручка, друзья. Которую довольно-таки легко можно вытащить этот бак и вставить. Не знаю, для чего здесь у нас опять же петелечка. Что касается плотности, друзья. Ну, я скажу, что хотелось бы пополотнее. Жалко, не могу сравнить, но у меня вот как-то был натовский питьевой пакет. И довольно-таки прочнее, друзья. Само исполнение емкости было попрочнее. Ну, это, наверное, единственный минус. В целом, друзья, я доволен. Изделие довольно-таки добротно сделано. Клапан у нас легко закручивается. Никаких внешних дефектов я не обнаружил. Из большого выбора питьевых систем. Данная система, в принципе, довольно-таки неплохо сделана. Я бы даже сказал, что это золотая середина. Ну что ж, спасибо за внимание. На этом всё. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...